Всем привет! Определенные происшествия за последнее время побудили меня снять это видео. Речь пойдет о соединении Кету и Марса. Оно на данный момент точно и уже действует не одну неделю, а еще будет действовать до 11 октября. Что это за соединение? Какие случаи оно несет? Оно несет тему освобождения по Марсу. Ну например, освобождение от автомобиля. В одном случае выбежала косуля на дорогу, человек сбил и получился довольно дорогостоящий ремонт. Во втором случае выбежала корова или теленок и сбил первый автомобиль, а второй уже наехал на труп животного, но тоже с последствиями для автомобиля. Или вот другой пример. Человек, скажем так, в не очень удачное время купил себе мотоцикл и вот именно сейчас выяснилось, что он в угоне, хотя на момент покупки была проверка, которая показала, что все хорошо. И вот на данный момент получается, что автомобиль вроде как есть, а его вроде бы как и нет. И вот таких много происшествий вокруг автомобиля. Или вот недавно ко мне обратилось сразу несколько клиентов после своих снов, где они увидели неприятную ситуацию с автомобилем. И один из них оправдался прямо в этот же день. Человек под утро увидел сон, что с авто может быть проблема, что его типа угонят, а вечером выйдя из подъезда увидел, что другой автомобиль таранит в попу его автомобиль. Без угона, но снова таки неприятно, согласитесь. Также кету плюс марс может означать освобождение от физической активности. Ну, вы, например, можете подвернуть ногу, вы можете сильно порезаться или получить ожог, переом. В общем, эта травма – опасное время. И, кстати говоря, одно не исключает другого. Вот одна из моих клиенток, она сначала подвернула ногу, а потом наехала на теленка, вот этого сбитого предыдущей машины. Но надо отметить, что в ее личном гороскопе там другой еще есть негативный транзит, который эту всю историю усилил. Далее идем. От чего еще может быть освобождение? От бытовых, скажем так, от бытовой техники инструментов, где есть вращательный механизм. Ну, например, стиральная машина. Это прям про меня. У одной моей чиницы, тоже там у матери, его минус стиральная, скажем так, машинка. Это может быть, например, кухонный комбайн, пылесос, ну и так далее. Или вот тоже недавно был случай, когда инструмент был привезен для определенных целей, но обошлись без него и увидели, что он есть на месте только после того, как уже все было сделано. То есть, как бы инструмент был, но его как бы не было. Это вот такой вот прикол, скажем так, от кету. А чего еще, да, какие, скажем так, сюрпризы может нести соединение кету-марс? Это венерические заболевания. Все, что вообще касается урологической, генеалогической вот этой темы. Ну, к примеру, вот во время секса, да, может передаться, но не только. Жизненная практика показывает, что, например, при переливании крови бывают ошибки. Или при походе к стоматологу, тоже такое бывает. Одна моя знакомая рассказала, что она пошла, набила себе тату и вместе с тату получила гепатит B. Поэтому в это время все операции связаны с кровью вокруг этого, да. Будьте аккуратнее. Тут надо быть как свидетелями юговой, никаких переливаний и так далее. Лучше, ну, в какое-то другое, скажем так, время. Или вообще заболевания вот именно этого времени могут дать осложнение, например, да, на потенцию мужчины. Тоже я видел такое в практике при подобном транзите. Далее идем. Чего еще может быть освобождение? Вот так как у нас сейчас идет тема СВО, я не рекомендую записываться добровольцем до 11 октября. После замечательно, там как раз Марс еще перейдет в Скорпион и будет наоборот хорошее для этого время. Но если у вас есть такой позыв, не сейчас. Это неблагоприятное время для того, чтобы идти на войну, потому что идет освобождение по темам Марса. Покупки оружия тоже, да. Спортивного инвентаря тоже под вопросом. Особенно, если вы что-то дорогое хотите купить, вы должны очень осмысленно подойти к этому вопросу. Покупка автомобилей. Здесь тоже не очень хорошо. Вот продавать автомобиль в это время хорошо. Особенно какой-нибудь мотоцикл, который в угоне, не может легко поучиться. А вот покупать только если с целью перепродажи. Ну или если он отвечает определенным критериям кету. Например, кету любит желтый цвет. Или, например, номер 3 семерочки. Это вообще прям будет золотая песня для кету. Вот для таких историй, может быть, и стоит прикупить. Да, или потом для того, чтобы перепродать. Ну, тут требуется, скажем так, выверенный подход. Вот и с темой оружия примерно такая же история, что в определенных случаях, да. Например, можно купить охотничье ружье. И у охотников есть такое поверье, что надо брать оружие, которое уже, как бы, было в деле, потому что оно имеет некий свой опыт. Вот оружие с опытом, которое уже не из магазина, да, а, скажем так, от опытного охотника, можно взять в это время. То есть, есть определенные нюансы. Есть еще одна очень важная тема для дам. Кету плюс соединение Марса – это освобождение от мужчин. Соответственно, ссоры в это время могут дать более негативные последствия, чем в другой период. Это вот тоже очень важно понимать. Потому что вот недавно ко мне обратилась одна мадам. Там хороший гороскоп для брака у нее, у него. Хорошая дата брака. Но при этом они поругались ровно в осеннее равноденствие. И вот это соединение Кету Марс привело к тому, что он там подал заявление на развод. Хотя там вообще абсолютно мелочная тема, в моем понимании, для развода. Но, как говорится, да, определенное стечение может накладывать вот такой вот определенный негатив. Поэтому бережем себя, да, технику, машину, много, в общем, чего. Используем информацию себе в облаго. И, кстати говоря, по физическим упражнениям вот сейчас точно не стоит перенапрягаться. Это не время для рекордов. Действуйте, ну, скажем так, более размеренно, более умеренно. Вот так вот. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...